всем привет с вами юра про гиг меди и сегодня мы поговорим с вами о замечательной настольной игре которая занимает первое место в моем личном топе уже который год эта игра которая несколько раз на кейстальтере собирала миллионы долларов и все дело в том что ее автором является реальный гуру игр и здесь я правильно сказал игра не настольных игр потому что сэнди питерсон также приложил руку к таким играм как doom и age of empires именно к цифровым версиям этих игр а начала свою игровую карьеру еще тогда когда меня не было в далеком 1981 году и разработал ролевую игру на основе произведения города филиппса лавкрафта игра называлась колокту на русском языке соответственно называлась бы зов ктулку после этого он поучаствовал в создании компании каосиум которая по сей день делает ролевые игры по вселенным придуманным городом филипсом лавкрафтом апогеем всего творчества сэнди питерсон я считаю игру воина ктулку который на русском языке была недавно изгнана фабрикой игр во первых эта игра реально гениальная в ней автору удалось создать абсолютно асимметричной фракции который каждый действует по-своему и отличается не только количеством и качеством фигур на столе но также и целями которые преследуют каждая фракция это симметричный игровой процесс разнообразен и хорошо сбалансирование только в рамках базовой коробки но и с дополнениями сэнди питерсон должен делать абсолютно то же самое все дополнительные фракции подарит вам уникальный игровой опыт и разнообразие базовую игру также эта игра будет для вас очень необычной постольку поскольку как вы помните практически во всех играх про ктулку вам нужно либо быть культистом который пытается призвать конец света это в редких играх либо в основном приходится быть исследователем или детективом и стараться спасти мир от пришествия великих древних здесь же все наоборот скажем так миру уже хана все очень плохо и вам предстоит выступить в роли великого древнего и всех его приспешников и попытаться лучше других великих древних разрушить землю ну что давайте посмотрим что в коробке как в это играть как я до этого специально не вскрывал эту коробку для того чтобы просто показать вам всюду крутотень который вас ждет внутри нее толстый букет правил буклет вот очень круто то что под каждого великого древнего то есть под каждый факт за который вы играете у вас есть советы про то как им конкретные играть и как играть против нее мешочек он уже для знаков древних и вы посмотрите просто на то какой этот толстый картон сравните все отлично выдавливается вот эти штуки в английском варианте игры они над тоненькой бумажки вот это и вот это а также планшеты фракций они тоже были на только бумажки в английском варианте игры это вот новая редакция такая смотрите какого-то здесь делал на пивину по каждого великого древнего который же бате также здесь маленький рассказик со стихами два кусочка двустороннего игрового поля вот ведь написано три игрока или пять игроков вы выкладываете соответственно двумя полями три игрока вверх если играть в своем 35 если играть четвером и 5 и 5 если играть пятером в базе только на четыре человека целая гора пластиковых культистов памятки игроков они вам правда пригодятся вот на таких может раньше было сделано кстати планшет фракций нажимаете и конечно же посмотреть какой размер эти штуки они реально огромный вот она у меня на руку ложится вот там с ладони сам великий ктуху различные монстры мяки ночные ужасы него правила игры для двоих не совсем такие но чисто для примера я покажу как играется в игру на примере двух фракций в частности король в желтом у нас уже выстрелся и по правилам игры изначально вы начин кладете портал врата в клетку со своим символом это у вас написано вот здесь также там написано что вы получаете начале 8 энергии 6 околитов культистов 1 выставляете на врата остальных ставите рядом в той зоне где стоят ваши врата также делают все другие игроки сколько бы игроков на поле не было у некоторых фракций есть специальные правила расстановки но их в базовой игре нет вы получаете 6 гримуаров это 6 специальных книжечек они разные дают дадут вам разные специальные способности в ходе игры и первый игрок если в игре есть туху это всегда к туху получает вот этот жетон и выбирает в каком направлении будет происходить игра по часовой стрелке или против часовой стрелки дальше все игроки по очереди совершают по одному действию какие же у них могут быть действия все действия прописаны в памятке первое за одну энергию то есть писав она энергия чудо можно выставить культиста если они у вас есть в резерве на начале игры конечно же у вас ни одного культиста в резерве нет за определенное количество энергии можно вызвать монстра за то количество энергии который написано в планшетике давайте я покажу на примере другой фракции вот если мы играем за черную козу могли вызвать упыря за одну энергию мигоза 2 или темного младого за 3 дальше пробудите великого древнего у каждого великого древнего есть условия того как его пробуждать они абсолютно разные и например фракция короля в желтом них вообще два великих древних аватар король в желтом сам по себе просыпается очень просто а хастуру придется постараться чтобы пробудить дальше три энергии создание врат нужен культист соответственно если ваш культи стоит какой другой зоне где еще нет врат вы можете потратить 3 энергии и положить врата в эту зону вы можете потратить одну энергию и передвинуть любое количество фигурок в любых зонах которые только есть например у нас был бы здесь глубоководный я бы за одно действие мог потратить две энергии что передвинуть например вот этого культиста сюда а этого глубоководного правило ближе к желтым культистам если ваша фигура находится в зоне с оппонентом за одно действие вы можете вступить с ним в бой бой проходит на кубиках каждая фигура который часто в бою просто столько с кубиков сколько не указано в графе сила атаки в частности например темный молодой образовывал бы 2 если бы было двое отобразили 4 кубик и так далее деталь кубиков следующие каждая пятерочка или четверочка заставляет одну из фигур оппонента уйти за резоны каждая шестерочка убивает одну из фигур оппонента в игре очень много механик которые позволяют пользоваться вот этими дополнительными результатами в своих целях и всегда есть одно общее правило то что все что происходит с вашими фигурами выбираете и делаете вы например у вас погнали три фигуры вы сами выбираете какие из фигур которые вас участвовали бою будут прогнаны за редким исключением и для этого нужны открытые гримуары гримуары открываются специальным образом и вот здесь есть их требования у каждого игрока их 6 и совпадает всего лишь одно требование это пробудить великого древнего своей фракции украй в желтом соответственно 2 эти гримуары их требования заставляют вас играть по-разному и позволяют вам получать специальные способности также по-разному в частности например великий ктулху это боевая фракция ему нужно убивать фигуры бою чтобы открывать гримуары ему нужно пробудить великого ктулху и контролировать врата в зонах океана также у него есть достаточно простые для открытия гримуары это он один получает в первую фазу и один получает если не открыты все пять других гримуаров гримуары очень важная часть для победы потому что не открывшим 6 гримуаров не почитывать свои очки и не считает их для получения победного результата король в желтом желтый знак эта фракция путешественник ему необходимо побывать в разных локациях и оставить там свои марки вот эти специальные жетончики также ему нужно пробудить великого древнего короля в желтом и хастура также вы можете использовать дипломатический вариант искать другому игроку товарищ я дам тебе три победных очка если ты сделаешь для меня что-то например сводить врата чтобы ему кто спокойно войти и так далее это дипломатический элемент у короля в желтом как же мы зарабатываем победные очки когда все игроки потратили всю свою энергию и больше не хотят этого делать по одному победному очку вы получаете за каждые врата которые контролируете плюс вы можете вот на том планшете провести ритуал конца света каждый раз он будет стоить все дороже и дороже но позволяет вам второй раз засчитать свои победные очки и если у вас на поле есть великий древний вот из того мешочка вы увидите специальный жетончик на нем от 1 до 3 дополнительно победных очков игра очень агрессивная потому что поля рассчитаны таким образом что вам все время будет тесно вот это поле раскладка на троих игроков и вы сразу понимаете что у вас будет занят еще один из регионов сразу и вы начнете распространяться и уже вступите в конфронтацию и конфликт каждая фракция когда вы начинаете не играть ставит вас в некий ступор какие гримуары открывать первыми какие цели преследовать первыми куда двигаться с кем бороться с кем попытаться сотрудничать и так далее игра очень комплексная и заставляет шевелить извилиными что же это гримуары это самая крутая интересная часть игры которая позволяет вам полностью изменить свою тактику и получить превосходством соперником в частности например у великого ктулху есть гримуар который позволит после любого действия любого игрока превратить любого своего культиста глубоководного а я же еще не рассказал момент что мы можем похищать культисты других игроков и за них получать энергию в конце хода и вот например приходит на объекте из фракции желтый знак и встает сюда и говорит я же захаву ваших культистов мы с помощью нашего замечательного гримуара про котором рассказал говорим нет ребята этот культист стал глубоководным глубоководный тоже монстр он защитных культистов никого ты не сожрешь и у каждой фракции есть очень много таких вариантов когда она может перехитрить обдурить изменить ход игры и так далее соответственно когда вы гримуарчик открываете вы выкладываете его на выполненные условия рано или поздно вас будет 6 гримуаров закрыта и после этого вы сможете использовать бой как дополнительные действия в игре то есть вы сможете подвигаться и сразу вступить в бой это позволит вам выгонять войска оппонента из большего количества зон захватывать больше территорий и в принципе вывести более агрессивную внешнюю политику на земном шаре гримуары не только дают разные способности вашей фракции но иной раз усиливают ваши войска вот например вот здесь поэтому у каждого вида юнита написано какой гримуар конкретно его улучшает например гримуар впитывание у шаготов позволит им жертвовать культистов или другие фигуры для того чтобы усилить свои атаки на один год гримуар вопящие мертвецы позволяет королю в желтом передвигаться вместе со всеми фигурками зомби из своей зоны в любую другую эта игра меняет представление бассиметрии и гибридных играх такого разнообразия между фракциями я честно говоря не видел нигде да и в принципе такого разнообразия игрового процесса в рамках игры на полтора часа я тоже нигде не видел дополнение кстати которых очень немало и они займут вас ну две-три полки очень сильно помогают в разнообразии игрового процесса но не все они одинаково полезны и я скажу честно что если у вас финансы ограничены то я рекомендовал бы брать только дополнительной фракции все остальные дополнения не настолько полезны помните что у нас своя система оценки игр которые не говорят вам о том какая игра крутая или о том какая она красивая но дают вам некоторое понимание по достаточно объективным параметрам и первым из них является освоение с освоением у воин ктулку все достаточно сложно то есть если вам правило из игры расскажет кто-то он ворс минут 10 и вы в принципе будет понимать о чем игра но постольку поскольку 90 страничный буклет правил писали видимо юристы так чтобы предусмотреть все возможности и все споры которые могли возникнуть в игровом процессе решить сразу в рамках правил правило достаточно объемные поэтому поставим кому нас освоение боем ктулку двоечку но если вас туда будет учить вам будет гораздо проще иммерсия это наш новый термин на замену атмосферности конечно испытать полное ощущение того что земля вокруг вас рушатся и вы в этом участвуете у вас не получится но игра не отпускает вас ни на секунду вы полностью получены в процесс и вам очень хочется победить в ней потому что иной раз разрыв между победителем и достающим составляет всего лишь одно два победных очка вам постоянно необходимо следить за тем что происходит на игровом поле и отвлекаться от игры практически невозможно игра полностью поглощает вас в игровой процесс поэтому поставим из иммерсии в пятерку по поводу играбельность могу сказать следующее для того чтобы научиться играть одной из базовых фракций вам понадобится 34 игры чтобы играть в игру хорошо вам нужно сыграть из остальные фракции а как вы понимаете кроме базовых четырех фракций которые в базовой коробке есть еще пять дополнительных да в принципе даже не беря в голову дополнительной фракции вам базовыми четырьмя уиграться можно вот так вот играбельностью этой игры выше крыши поставим пятерку взаимодействие эта игра абсолютно контактная и выиграть не взаимодействие с другими игроками у вас не получится главное будет месить их монстров изгонять их великих древних захватывать их территории и некоторые фракции рассчитаны на то что вы должны вести дипломатические переговоры шантажировать или подпорвая чужую стратегию в нужную вам сторону за взаимодействие игре ставим пять вопрос про стратегию я думаю тоже можно сразу закрыть и поставить пятерку потому что вся эта игра это чистая стратегия как вы прочитаете свои следующие кадры что будут делать ваши великие древние куда пойдут ваши юниты какие порталы вы захватите или чего культист вы сожрете все влияет на игру и на вероятность вашей победы великолепные игровые миниатюры которые ну по-настоящему в принципе не такие же прямые миниатюры там огромные фигурки отличный игровой процесс который умело маскирует под видимостью контроля территорий игру на построение собственных движков каждый великий древний действительно стоит у себя механику и отрабатывает ее так чтобы максимально быстро достичь победы и кто бы что не говорил но воина ктулху в своей сердцевине это евро игра при этом евро игра с огромным взаимодействием вот именно поэтому она является одной из моих самых любимых игр а с вами был юра про гиг медиа пока и и Субтитры сделал DimaTorzok